Здравствуйте ребята, меня зовут Максим, я из Краснодара. Сегодня мы сделаем тренировочку, я начну с самого начала, с разминки и до борьбы. Сегодня мы сделаем траки, это такие ущемления кроножных мышц, такие необычные позиции и закончим твистеры. Давайте пройдемся направо и побежать. Продолжение следует... По всему залу распределитесь, там свой кусочек возьмите, там будете работать. Шаг в этом порядке. Ребята, сейчас я засеку время. Три минуты. Ваша задача чередовать креветки и пеннингбола. То есть мы просто будем постоянно работать. То есть все это время мы представляем, что мы защищаем кард, представляем, что мы перейсим, иногда пеннингбол. То есть как это все будет выгодить? Можете сделать четыре креветки, закрутиться и опять делать креветки. То есть все время мы работаем с воинтазом, все время двигаемся. Поехали, работаем. Три минуты. Постоянная работа, все время креветки и пеннингбола. Теперь положение сидят. Локти у вас находятся под бедрами и все время плечи подняли. То есть мы здесь пространство задаем, плечи подняли. Локти с бедра. Пульты в стороны, ножки 90 градусов. А с такого положения касаемся стопами мата. Все это время мои локти должны быть спрятаны под бедрами. То есть я не должен при движении назад убирать свои локти назад. То есть локти у меня спрятаны. Точнулся, вернулся обратно, плечи поднял. Точнулся, вернулся обратно, плечи поднял. 2 раз, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, ребята. Три минуты. Что-нибудь заразвяли. Развяните шею, уши, колены, суставы, таз, спину. Сегодня будет очень много нагрузок на окроножные мышцы, на шею и на нога, спину. Развянитесь хорошо. Три минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я трилов, я постараюсь объяснить технику, кто ему знаком с приемом трака. То есть это когда мы делаем ущемления, там всякие затоки, забираем спину. То есть если кто-то не знаком, то мы начнем сейчас с самых базовых движений. То есть изначально трак нужен для того, чтобы забрать спину. То есть он очень хорошо работает в ноги и сейчас я вам его продемонстрирую. Есть у нас позиция, называется квадргард. То есть одна четвертая гарда. То есть фулгард, квадргард и хатгард. То есть мы начнем, для полного понимания, начнем именно с позиции квадргард. Когда у нас зафиксирована только стопа, то есть на трак можно заходить с разных позиций. Можно раскрывать черепаху этой позиции, работать уже со спины с этой позиции. Но сейчас начнем с самого легкого движения, это с позиции квадргард. То есть сейчас мы не будем смотреть, как мы сюда попали, но я думаю, многие из вас были в этих позициях. То есть первое, что я сделаю, я свою правую коленку поставлю в маты. Из главных моих задач сделать так, чтобы у него коленки не поворачивались в мою сторону. То есть если я нахожусь именно здесь, я должен грузить постоянно его бедро. Далее, есть несколько вариантов. Я могу зацеплять своим правым хуком, который находится под бедром, зацеплять его голень. Либо то, что мне делать проще, это поднимать свой правый хук и закрывать просто треугольник. То есть моя левая икроножная мышца пойдет под мою стопу и накроет его голень сверху. Вот здесь. То есть я буду находиться на его просто бедре. У меня треугольник закрыт, моя голень находится сверху его голени, мой вес находится на его ноге. То есть мой вес находится не на его дозу, не в душе, не на корпусе, то есть я должен накрутить его бедро. То есть ты должен сидеть на его ноге. Следующее движение. То есть это все непонятно все. Тее при уг wart glue закрыли, вес на нем, коленка в мат. То есть это мне не должен естественно нигде хватать. То есть если будет какой-то контроль, все этого я не смогу я это сделать. То есть я должен находиться свободным в контроле. То есть он нигде не должен держать. То есть первое, что я сделаю, я к нему буду прижиматься, буду там фиксировать где-то и так далее. То есть моя задача сделать коворок под свое правое плечо, как можно глубже, прям под его таз. То есть коворок весь идет под его таз. То есть если вы будете коворок делать где его спина, вы здесь будете застревать. Для этого делаем коворок под правое плечо и прям под свои ноги, под его таз, вот туда глубоко. Раз, я сделал коворочек и просто продолжаю движение своими ногами. То есть сейчас я не буду делать никакие не ущемления, ничего, то есть я просто заберу спину. Чтобы понять это движение, мы просто дойдем до спины. Я продолжаю движение, веду его, как будто хочу забрать спину, движение ногами и сразу же тянусь к его с избел. То есть правая рука под сверху плеча, левая рука под подмышку, прижимаю к себе и заправляю вторую мышку. Еще раз. Квадр-гард, подняли свой хук, закрыли треугольник, сели на его бедре, движение вплоть в правое плечо, как можно было лучше движение ногами, продолжая движение. Тяну, тяну, тяну его таз, выпрямляя свою правую ногу, тянусь к сидбелту, прижимаясь к нему, можете там сделать креветки, как следует все по басе. И заправляем левую ногу просто по вверх и забираем спину. Еще раз показать? Коленка в маты, стопу подняли, закрыли треугольник, сели на его таз. То есть сидим на его, точнее петре. Правая рука под таз, как можно глубже, продолжая движение. То есть можете ноги раскрывать, можете их оставлять. То есть здесь как раз уже работает твисток. Если я раскрою свои ноги, либо я пойду, давай, движение, он будет стрелять сюда свой хук. Я раскрою ножку, прижмусь к нему и заберу спину. Давайте последний раз. Я боюсь, что второй. Первый раз, когда я его переролирую в программе, а второй раз... А, второй раз, это те разы показано, когда я буду поднимать свое бедро. Если я могу сделать креветку, если не могу заправить его кревую ногу. Я делаю креветку, что не уходит, заправляю. Я не могу сделать креветку. Вот видите, здесь нет образа. Первый раз показали, у вас нога была здесь, а сейчас нога на нем. В первом креветке выходит, а второй раз... Да, да, это зависит от того, где он находится бедро. То есть здесь он... Да, да, да. Суть, чтобы шововец не видел своего бедро. Со основой они не где на ракоменке находятся, а суть именно где шововец шел для этого бедро. Покажи, пожалуйста, еще раз, как ты закрываешь ноги без треугольника. Как ты переходишь? Раз, два. Дайте позицию без треугольника. Или она обязательно закрывать ноги? Нет, не обязательно. Смотри, я еще у меня здесь вот. То есть здесь, смотри, кому-то как удобнее. Многие делают просто с куком. То есть если вы хотите работать просто с куком, то закрепите своей стопой и сразу же начинаете делать уголок. Без треугольника? Да. То есть мне, и вот мне именно так, потому что я лучше контролирую ногу. Закрываем ему поднюю стерку, закрываем ногу. Далее движение под правую руку, под плечо. Контролирую, продолжаю движение. Беру сип-белт и заправляю свою ножку. Всем понятно? Давайте по команде приготовились. Все дружно, поматываем, либо к локошке. Можно сказать, что сейчас я просто даю позицию траки. Позиция на траке из квадр-гарда. То есть это одна из типичных тренировок именно в Краснодаре. Сейчас будет все получаться, может давать все сложнее и сложнее. Если мы остановимся в этом моменте, то мы технически уже не будем дальше идти. Давайте сейчас будем разберемся, как мы попадаем в позицию квадр-гарда. То есть пример. Я могу попасть в квадр-гарду в похожую конкульту. То есть я пытаюсь сесть в маут, он цепляет на высоту. Вот и нахожусь здесь. То есть он сцепил у меня ногу. У многих из вас сейчас позиция хав-гард. То есть вы там оставляете колено. Если будете кувырок делать вместе с коленом, скорее всего он у вас в спину соберет. То есть ваше колено должно находиться свободным. То есть оно должно находиться на матах. То есть если вы сейчас попали по низу в хав-гард, вытащите свою коленку и поставьте ее в мат. Либо мы пытаемся вытаскивать ногу на квадр-гард и опять мы находимся в квадр-гарда. Колено в маты, закрыли треугольник, сделали движение, забрали спину. Сейчас мы сделаем то же самое движение, только с позиции черепахи. То есть мы сейчас будем пытаться раскрыть. То есть заходов на трак, на трак очень много. То есть можно заходить на разные позиции, абсолютно. Но мы сейчас не знаем, как по ходу у него сбирать несколько. Может два, может три захода. Потом же остановимся на самих позициях, подпозициях и сагмишонах. А начнем мы с черепахи. То есть первое. Нам надо прямого пространства. То есть я сейчас не буду описать, как мы делали сюда пространство. Я делаю несколькими способами. То есть я первый сетбелл, поднимаю вверх и вставляю сюда коленку. То есть моя нога должна находиться под его коленом и под его локтем. То есть у меня движение будет то, чтобы я свою левую ногу засунул под него. Далее. Я контролю двумя своими руками его дальнюю ногу. То есть что я просто делаю? Я тянусь двумя руками к его голени. А второй ногой я ищу пространство. То есть я не скажу, что это в схватках постоянно получается. Но если вы увидите, что у соперника торчит стопа, и вы сами можете засунуть сюда свою стопу и затянуть ее к себе, то можно делать правду. То есть я законтролил его голень, заступаю своей правой ногой и начинаю затягивать ножку к себе. То есть я просто сделал маленькое пространство, моя нога контролирует маты, и я делаю движение к себе. То есть я могу его качать, я могу делать движение через куврог, заправить свою ножку. Но чаще получается в схватках лично у меня, это движение к себе. То есть я контролю его голень, делаю движение к себе, ногой уже заправил, и как только у меня появляется пространство, я свою левую ножку засовываю под его коленный сустав. Еще раз. Коленка находится между его ногой и локтем. Двумя руками схватили его голень, заступили своей правой ногой за его стопу, затянули ее к себе, то есть мне нужен контроль. Далее тяну его к себе, ложусь на свою спину, появляется пространство, просовываю ножку и рисовываю под его заморозную мышцу. Далее мы сейчас занялись вот таким моментем, и будем собирать спину. Я продолжаю движение в обратную сторону, беру ситбелт и заправляю свою вторую ногу. Еще раз. Нога. Двумя руками схватили, локти прижаты, запиксирую его в стопу, стопу тянем по матам, затянули ножку, делаю движение к себе, завожу свою стопу под его и проножную мышцу, продолжаю движение своей левой ногой, беру ситбелт, заправляю свой второй хук, забираю спину. Давайте в последний раз. контроль за ступенью стопой, затянули, тяну к себе, нижняя нога под его и проножную мышцу. Продолжаю движение, беру ситбелт, заправляю второй хук. Все понятно? Сейчас более серьезную технику продюсер, это, естественно, надо понять сначала, вот это вот такие базовые движения, потом, чтобы двигаться более сложно, например. Начнем мы сейчас с бокового контроля, то есть я частенько это делаю, когда люди с бокового контроля пытаются перейти в черепах. То есть тут самый важный момент, это будет находиться, это мое предплечье. То есть давай, Макс, чуть более в центр. То есть можно вывести таких соперников в эту позицию с помощью своего локтя. То есть моя рука будет право двигаться с временем по матам, то есть я должен сделать так, чтобы его ноги развернулись ко мне. То есть либо это происходит, соперник мой делает сам движение, пытается восстановить гард, я ловлю вот это пространство. Либо я делаю с помощью своего локтя. То есть я работаю своей правой рукой, все время по матам, если не даю свою шею, не даю пространство под головой, то есть я должен быть прижат постоянно к нему. То есть первое. В идеале надо найти пространство под подмышками. То есть лучше всего найти своим левым предплечем пространство под подмышкой дальней и своим тазом расслабиться под подмышкой в лишней руке. Далее. Моя правая рука будет двигаться все время по матам. То есть я буду делать движения с помощью своей правой руки. Она будет двигаться по матам, я должен своим локтем найти его коленный сустав. Движение рукой, я начинаю менять свою базу. То есть нижняя нога будет сейчас просто вперед. Делаю как будто высень. Двигаюсь. Далее. Правой рукой. Законтролировал коленный сустав. Правой рукой законтролировал коленный сустав. Логоть у меня находится под его коленным суставом. То есть у меня должно находиться все предплечье на матах. Если я не буду контролировать его коленный сустав, он будет счищать мою ногу. Либо что он еще может сделать? Закрыть просто треугольник. Нет, вот здесь. Закрой просто. Да, твои три минуты. Смотри. То есть здесь надо место. Если места не будет, он спрячет ногу и ее закроет. То есть я не смогу сделать так. То есть моя главная задача контролировать это место. Чтобы ноги он не соединил. Далее. Я просто наступаю своей правой стопой на его стопу и начинаю тянуть ножку к себе. Раз. То есть как только я наступил своей стопой, я свой локоть могу немножечко расслабить. То есть я контролил его своей рукой. Теперь я добавляю контроль своей ногой. Затягиваю ножку к себе. А левая нога заходит прямо под его коленный сустав и поднимается как можно выше. То есть вам надо просто поднять таз повыше, но все время я контролю его колен. То есть если вы будете фиксировать его икроножную мышцу только, при кувырте скорее всего потеряете контроль. Раз. Два. После этого закрываю треугольник. Стопа, которая контролировала стопу, моя, идет под его стопу, то есть под низ. То есть она не остается сверху. Я сразу же закрываю под низ его стопу. Далее. Если будете делать флорок на своем боку, у вас ничего не получится. То есть ваша задача встать на две своих коленки. Все это время моя рука находилась на его коленке. Я делаю движения коленами в маты и пропускаю свою правую руку под его бедро. Движения все вместе. Два колена в маты, правое предплечье под бедро. Теперь. Я уже закрыл треугольник плотный, где я могу уже сделать ему бананно-сприт. То есть я просто опускаю свой корпус вниз и начинаю прогибаться. Теоретически я могу сделать здесь сабмишен, но мы здесь не останавливаемся. То есть я просто делаю движения через свое левое плечо. То есть у меня треугольник закрыт, два колена в маты. Правой рукой я продолжаю контролировать. И делаю движения через левое плечо. Продолжаю движения и забираю спину. Еще раз. Боковой контроль. Рука на маты. Начинаю менять свою базу. Законтролили своим предплечьем. Две его ноги. Правой ногой наступили. Затянули к себе. Заправили левую ножку и подняли ее повыше. Сразу же под коленный сустав. Правая нога со стороны его стопы. Именно коленостопа. Становлюсь на две свои коленки и пропускаю свою руку. Опускаю свой корпус вниз. Прогибаюсь. То есть делаю первый сабмишен. Далее. Держу своей рукой и делаю движения через свое левое плечо. Так же под его таз. И приближается. Давай это сейчас сделаю чуть побыстрее, а потом еще раз немножечко обвезем. Давай не быстрее раз. Сборного контроля. Меняем базу. Локоть на мату. Контролируем ножки. Наступили. Затянули. Запустили нижнюю ногу. Закрыли треугольник. Следовательно, две коленки. Не забудьте встать на два своих коленных сустава. То есть два колена должно находиться в мату. Запустили руку. Растянули. Движение через левое плечо. Продолжая движение. Берусь в билд. Заправляем ножку. Всем понятно? Поехали. Какая-то фантастика. А сейчас мы будем останавливаться на каждой позиции. Начнем мы с ущемления на экраножные мышцы. Я сейчас вам покажу три варианта, как я делаю, как у меня учили в Америке. То есть вы можете делать абсолютно любой вид рака. Сейчас мы начнем. Давайте. Вы знаете пока что три. А может знаете кто-то больше. Я начну с позиции квадрата. Я закрыл треугольник. Подкрутился. И вот остановимся вот здесь. То есть. И вот так должен находиться на мне. Как только я делаю ковырок, в идеале своей правой рукой я буду контролировать его ближайшую ногу. То есть я зафиксировал просто стопу. Если он не будет держать его ногу, он всегда будет делать движение вперед и переваливаться на другую сторону. То есть мне нужен контроль. То есть как только я сделал ковырок, я законтролил стопу. Далее. А чтобы сделать какое-то ущемление здесь, то есть есть много вариантов, я также фиксирую второе свое рукой. То есть я просто его хватаю и сжимаю за самую верхнюю часть стопы. То есть я тоже зафиксирую прямо за его носочек. То есть тянует не за болень, а прямо за носочек. За самую высокую часть. Все это время я его стопу сжимаю. Теперь начнем с первого варианта. Первый вариант. Я разборачиваю свои пальчики от себя. То есть моя пяточка будет находиться на две пальцы от меня. И просто вставляю свою левую стопу прямо в свою пяточку. Вот сюда вот. После этого я контролю двумя руками, а точнее одной рукой его стопу ближайшую. То есть если вытянут двумя руками, то диски мне может сделать весь рычаг. Да. Фиксирую стопу. Носочек развернули. Хватил. Теперь я просто выпрямляю свою левую ногу. То есть свою левую ногу я давлю в свою же пяточку. Я просто делаю движение. Своей левой ногой я как будто пытаюсь его выпрямить. И тяну стопу к себе и в сторону. То есть я делаю все время не одно движение, это только в себе. Я заворачиваю в себе и делаю как будто его стопу еще и нарезон. И все это время даду своей стопой. То есть даду своей стопой и свою пяточку. Первый вариант. Второй вариант. То есть я не запускаю перед, либо я не могу не получается сделать здесь. Я просто запускаю свою левую ногу под левой колонжную мышцу. То есть надо запустить ее сверху его голени и перед своим большим пальцем. То есть не запускаете ножку здесь. У вас должно быть движение правой ногой вверх, а левой ногой вниз. То есть правая нога вверх, левая нога вниз. И делаю то же самое. Тяну стопу к себе и работаю своими ногами. Правая вверх, левая вниз. Теперь. Теперь третий вариант, который я делаю чаще, чем я. Я закрываю свой треугольник. То есть я делаю какой-то просто низкий вариант, мне его больше нравится. Мне он меня, отсюда я считаю, сложнее выходить соперником. То есть, но я не контролю двумя руками. То есть мне нужно контролить двух своих рук. Я делаю движение своими коленками к себе. То есть просто подтягиваю его голень к себе ближе. Коленками к себе. И заправляю свою правую руку на свой диск. После этого я продолжаю держать его стопу. Не отпускаю свои груди. И просто тяну свою левую стопу в матри. То есть движение не отпускаю стопу. Работаю именно своей левой ногой. Еще раз все вместе. Позиция квадргард. Закрутили. Сразу же тянусь к его стопе. Сразу же фиксирую. Схватили второй рукой стопу за самую верхнюю часть. Добавили левую ногу в свою правую пятку. Тяну стопу к себе и в сторону за самую верхнюю часть. И управляю свою левую ножку. Теперь левая нога поверх его голени. Перед своим большим пальцем. Правая нога вверх. Левая нога вниз. Все это время важно, чтобы ваша голень находилась в бутербургарной его ноге. Если вы только почувствуете, что ваша нога сгибается по каким-то углам не в ту сторону, надо либо забирать спину, либо отпускать. Это очень опасный прием. То есть вы будете делать движение своими коленками, он будет делать движение в другую сторону. Вы будете продолжать давить, у вас коленка пойдет наездом. То есть видите, затем, как бы он не закручивался какой-то, я делаю так, что мой аргой нападет среди бутербургарной. Это всегда. То есть только закрутил, у вас будут связки, у вас победил очень много травм, и за это и причин. Первый вариант. Второй вариант. Прижали коленки к себе, запустили правую руку на бицепс, и левую стопу в мак. Еще раз показать? Давайте последний раз. Сразу же к нижней стопе, вторую стопу зафиксировал. Если вы не можете дотянуться, можете помогать своими ногами, также хватать. Первый вариант. Второй. Третий. Приготовились? Третий. 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 Мы сейчас начнем с какой-нибудь мотокарда, закрываем треугольничек, делаем движение под него. Я просто продолжаю движение, но я свои ноги не распускаю. Я все это время буду отжимать от себя, все это время свои коленки буду сжимать. Контроля тоже очень много. Некоторые прячут свою сторону, разворачивают коленки, но, как по мне, лучше свои коленки между собой. То есть его нога не должна зайти под ваш коленный сустав и ноги в нее должны распускать. То есть если происходит это, мы мяем и забываем дальше спину. Я продолжаю движение, фиксирую своим куком на стопу и свои коленки просто свожу. Продолжаю движение. После этого, как только все это время на протяжении всего приема, я свои коленки буду сводить. Все время. Как только он, как только я его отжал от себя, я сразу же хватаюсь ситбелта. После этого я зафиксировал ситбелт. Важно, что ваше бедро находилось под его ногой. То есть если вы будете находиться где-то выше, его таз будет мешать. То есть вы не сможете за которую хорошо, у вас единственная вероятность забирать спину. То есть я тоже самое, я могу работать с бэкмаунта, продолжить движение, спуститься вниз и зафиксировать его ногу. То есть мы остановились здесь. Я взял ситбелт. Обычно соперник держит естественно и рует крючки вместе. Все это время я сжимаю свои коленки между собой. Далее. Моя задача запустить руку, которая находится под затылком, под его локтевой сустав. То есть что я должен сделать? Я должен запустить свою правую руку как можно глубже, схватить плечо и поставить левую руку на мат и встать на него. Прижать его ручку к себе. Все это время свожу свои ножки. И если он начнет уходить от меня, я буду опять брать свой ситбелт и делать все с самого начала. То есть я должен научиться его контролировать. Взял за плечо, встал на него, прижался к нему. Теперь. Мой вес находится в тазу. То есть если вы будете находиться своим весом в вашей спине, вы будете заваливаться. То есть поймаете точку, чтобы вы сидели на своем тазу. Рука пока для упора. Теперь. Я запускаю свою левую руку под его локтевой сустав вместе со своим локтем. То есть важно, чтобы запихнуть туда руку. Далее я тоже вытаскиваю вторую руку. После этого хватаю правой рукой за предплечье. И тяну его предплечье к себе. То есть я стараюсь сделать все это физухой. Вытянуть и вставить свою левую. То есть мне надо после 5 сантиметров, чтобы я вставил свою левую кисть. То есть что у меня был здесь в плечах. После этого я держу руку очень плотно. Я хватаю двумя руками его предплечье, коленики все время свожу. Прижимаюсь к нему. И выдергиваю ручку к себе. Мой локоть будет упираться в него. И все это время мой локоть будет упираться в его подмышку. Прижимаюсь к нему. И выдернули руку. Коленки свожу. Локоть в него. Предплечье фиксирую. Давайте до этого момента. Сделали трак. Зафиксировали. Взяли сидбелл. Запустили руку под его плечо. Начинаю вставать на него грудью. Нагрузил его ручку. Убираю свою кисть с матов. Запускаю всю руку вместе с локтем. Вторую ручку вытаскиваю. Хватаю своей рукой его предплечье. И начинаю вытягивать. Добавляю левую ручку. Прижимаюсь к нему. И делаю движение всей своей спиной назад. Выдергиваю ручку из-под его захвата. Локоть в него. То есть это пока первая позиция, где мы будем контролировать. То есть у него не будет движения от меня, потому что тяну ручку к себе. Не будет движения ко мне, потому что мы здесь локоть. Я все время отжимаю его стопой от себя. Раз. Два. Три. Четыре. Предплечье. Затянули. Добавили кисть. Прижались. Выдернули. Локоть в него. Все понятно? Еще раз показывать? Давай начнем. Прижались. Плечо. Встали на него. Запустили ручку вместе с вогтем. Вторую вытащили. Схватили предплечье. Затянули. Прижались к нему. Выдернули ручку. Локоть в него. Руку тянем к себе. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. Поехали. Вып忍а тебе Ручка упаковка? 30 MIN Теперь, первое движение, что я сделаю, то есть я все это время руку, руку его отпускать не буду, то есть моя задача, то есть не спешить, не надо спешить, тянуться сразу же сюда, то есть это самая частая ошибка, бывает это проходит, когда люди не знают, сейчас за этот прием, сейчас многие твистер знают, то есть при морейшем движении к нему, я если не отключу его руку, он просто будет выходить от меня, то есть мне нужен контроль его плеча, его рука должен находиться подо мной, то есть я должен зафиксировать все это пространство, а потом только тянуться к его голове, то есть мы были здесь, первое, не отпуская его предплечье, я затягиваю ручку себе за голову, я просто поднимаю затылок и фиксирую его предплечье под свою голову, вот сюда, то есть далее, я никуда не спешу, я не спешу, я не спешу сюда, сюда к его голове, он уйдет, фиксирую, завожу руку за затылок, ручку его не опускаю, сразу же двигаюсь своей головой к его подмышке, а ручку вытягиваю от себя, то есть я делаю движение рукой, прям как можно глубже, голова находится все время в матах, я нахожусь на его подмышке, то есть я должен своим плечом как будто лечь на его подмышку, первый вариант, то есть у нас будет два варианта, начало одно и то же, но концовочка будет разная, все это время коленки я свои свожу, далее, я первым делом не тянусь сразу же к затылку, я делаю первым делом движение к его плечу, я должен своим локтем убрать его плечо как будто под себя, то есть я держу его руку, никуда не спешу, как только я буду готов, я перекидываю свой локоть поверх плеча и правой рукой тянусь так же к его плечу, раз, плечу и левый локоть под себя, то есть теперь первый этап, я сейчас немножечко ближе к его затылку, все это время я сажу, все это время я сажу свои коленки, теперь, важно, чтобы я запихнул сначала левую руку под его затылок, то есть у него работает только одна рука, то есть у меня можно перекрывать только эту руку, у нас будет очень много борьбы, вот с этой рукой, он будет мне не мешаться, я должен его перекрать, но нижняя рука никак мне не мешает, то есть я должен просто запихнуть свою левую руку, рука находится под плечом, добавляю левую руку, далее несколько вариантов, я могу просто хватать сверху, могу закрывать треугольник, но суть, что я должен давить за его верхнюю часть головы, то есть не за шею, не где лицо, а как можно выше, я закрываю треугольник, вытягиваю свои ноги вперед и просто тяну его голову к себе, то есть я делаю просто свою спину наизводку, еще раз, раз, два, три, при встрече схватили, дотянули, добавили и сближались, вытянули в себе, никуда не спешу, не отпуская руку, то есть руку я не отпускаю, не отпуская, завожу ручку на свою голову, двигаю всем своим телом к его подмышке, ручку вытягиваю дальше, теперь левая рука, я работаю только с ближайшим плечом, левая рука прямо под его бицепс, то есть как можно глубже, зафиксировал, контролю, теперь левая рука под затылок, вторая рука сверху, на верхнюю часть головы, ножки вытягиваю и прогибаю спине, и сейчас, ребята, мы сделаем более, как я считаю, более лучший вариант, то есть у меня он чаще немного проходит, потому что еще лучше контроль то есть все то же самое, мы находимся в траке, продолжили движение, взялись в белл, ножки сверли сначала, все то же самое, вот до этого момента, то есть я свои коленки все время свожу, как я говорил, что мы сдвинулись к его подмышке, то есть мое плечо находится на его подмышке, я это делаю специально, чтобы я мог запустить свою правую руку под свой захват, то есть должна зайти моя рука, мой локоть и мое плечо, то есть сейчас, видите, если я больше Максы, намного, он меньше меня, то есть, но я все равно сюда залез, то есть сейчас, и кто будет говорить, что он большой, значит, вы делаете неправильно, то есть первое, мы зафиксировали, откинули руку от себя, взялись на его подмышку, левой рукой своей дальней рукой продолжаю держать его предплечье, а правую руку запихиваю под свой логоточек, то есть я запихиваю сначала предплечье, а затем логоточек, после этого я поднимаюсь вверх и перекидываю свое плечо и поднимаю свою спину, то есть я должен его руку опустить под свою спинку прямо до поясницы, поднимаюсь вверх и ложусь на его бицепс. Теперь левая рука контролила, я поменял захват, то есть теперь правая рука будет контролить, четырьмя пальцами вниз и спускать его ручку еще ниже. Делаю движение левой рукой и запихиваю свою ручку также под его затылок, отпускаю руку и прижимаю к нему, вытягивая ножки от себя и прогибаясь, пройтись меня назад. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Материте плечо, затянули, добавили пись, выдышили ручку, не отпуская захват. За затылок сдвинулись к нему, только одной рукой держу, прошло предвлечье, прошел логоть, прошло плечо, поднимали след, лег своей спиной на его ручку, второй рукой добавил, за затылок одной рукой, отпустил и сделал твисту. Вообще законно. Что еще раз? Ну вот эта вот история с выламыванием в спину. Сейчас то, что делали, это только по DCC версии и по субмейшинологии, то есть на IBGE по белым поясам не стоит это делать, конечно. Ну там хоть поймут как-то, знаешь, что он случайно спутал там, а если по белым поясам, то... Слова не спасешь, как судья говорил. Ну то есть по всей вот этой теме IBGE, 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 IBGE тоже нельзя это делать, то есть по IBGE ты можешь делать все эти ущемления. По IBGE с коричневых поясов, да, наверное, с IBGE с коричневых поясов, но твистер, естественно, это только с обменьшенной, либо по DCC. Есть много контролей, что мы контролим как руку, там не обязательно делать твистер, там можно продогнуть руку под спину, забрать спину, можно сделать рычаг технический даже, там есть вариант. Теперь, сделаем немножечко, немножко работы по заданию. То есть мы сейчас начнем. То есть можно начать с трака, можно сделать, прокрутиться, можете просто забрать спину, прокрутиться под него и взять себе голову. Моя задача, прокрутиться с ним, кто атакует. Либо сделать любой болевой абсолютно, работать можете с ногами, баранас плит всякий, либо отсюда сделать ему твистер, твистер если быстро сделать, это будет вообще очень круто. Либо отсюда забрать спину и затушить. Задача максимум. Отсюда выбраться. То есть если он куда-то уходит, с любого контроля, допустим прокрутился на меня, либо мы прокрутились вместе, но я оказался в маунте. Без угроза кого-либо поеду, он начинает самым начать. Если я зашел в маунте, и у меня остался превышенный угольник, я продолжаю с ним работать. Пока я его не спешу, давайте сделать все хорошо. Выброс какую-то из этих выбросов вообще из всего контроля до самого начала. Одну минуту работает один номер, делается пишет самое начало, выбирается самое начало. Потом вторую минуту работает второй номер. Именно с позиции, когда я держу все стрелки, контролирую только одну ногу. Все понятно? Приготовились? Мы уделяем очень много времени борьбе. Я считаю, что это одно из самых важных, и техники это все круто. Но если не бороться, не рубиться именно, то от этого толку мало. Именно как для соревновательного опыта. У нас все время 7-8 раундов по 6 минут обычно. 6-8 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было круто, интересно. Спасибо за тренировку! АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, как часто у вас будут такие же интересные выступления в этом камере? АПЛОДИСМЕНТЫ Как только так сразу постараюсь сделать для этого все возможное. Вашей помощью, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok